В мире так много типов волос. Длинные, короткие, прямые, кудрявые. А проблем с ними еще больше. Как всегда, заходишь в ванную просто вымыть руки. И вдруг понимаешь, что настало время уборки. Фу, какой ужас. Волосы в сливе – проблема, с которой знакомы все длинноволосые девушки. Много, очень много волос. Помощь сантехника была бы весьма кстати. Неужели это все мое? Да здесь больше волос, чем у меня на голове. Но короткие прически таят в себе не меньше проблем. Челка постоянно падает на глаза. Уф, бесит. Волосы такие короткие, что их даже за уши не заправить. Как это делает Меган, например? Укороченная челка не сдается. А вот я уже похожа на пределе. Эй, может попробуешь закрепить их резинками? Отличная идея. Ох, Меган не ожидала такого преображения. Эта прическа больше подходит для детского сада. Да здравствует стиль девяностых. Зато о вредной челке на время можно забыть. Говорят, что беспроводные наушники – это полная свобода действий и максимум удобства. А вот Синди от них не в восторге. Она так энергично танцует, что наушники все время выпадают. Ну вот опять. Хорошо, что у Синди длинные волосы. Ведь можно сделать вот так. Перевязать наушники тонкими прядками. Теперь их легко найти, даже если они случайно выпадут. А может Синди стоит вернуться к привычной гарнитуре с проводами? Как думаешь, какие удобнее? У Кайли кудрявые волосы. И она знает все о пытках расческой. Ой, зубчик снова вылетел. Расчесать кудряшки очень сложно. И поверь, их не берет даже расческа с редкими, толстыми зубьями. Она просто заостряла в волосах. Да и вообще, у кудрявых девушек расчески долго не живут. Не выдерживают напряженного графика работы. Кудряшки – это так мило, говорили они. Ага-ага. А это Кэндис. И она просто обожает свои длинные волосы. Но даже ее любимчики могут подкинуть проблем. Вот как сейчас. Упс, прихропнула волосы дверью машины. О, ей-ей-ей. Жми на тормоз, Синди. Фух, в этот раз повезло. Лайфхак. Сделай на ночь красивые кудряшки, перебежи прическу лентой и ложись спать. И с утра с прической можно не заморачиваться. Какая экономия времени и сил. Но осторожно. Не всегда получается так, как планируешь. У Лори лайфхак не сработал. Это не укладка, а какой-то лохматый кошмар. Ну вот, опять опоздаю в колледж. Парк развлечений и сладкая вата – идеальное сочетание. Но кое-кому стоит быть более аккуратной. Одно неловкое движение, и сладкая вата уже в прическе Синди. Фу, все волосы теперь липкие. Снять, конечно, можно. Но теперь бы поскорее в душ. Смыть эту сладкую укладку. Умение готовить – большой плюс для девушки. Но лучше бы Синди прикрыть волосы на время готовки. Особенно, если это кухонные эксперименты с рыбой. Работа кипит. Аромат жареной рыбки пропитает все вокруг. И длинные волосы тоже. Звонок от любимого. Уже бегу. Долгожданная встреча. Фу, что за запах. Аромат рыбы в волосах – это не очень аппетитно. Если не сказать хуже. Но как не похвастаться перед подругой новой шапкой? Какая прелесть. Это же Джейк из «Время приключений». Скорее, дай померить. Уверена, мне будет отлично. Нет. Это не то, чтобы некрасиво. Просто немного смешно. С короткими и кудрявыми волосами носить шапки опасно. Лори стала похожа на миниатюрную метелку для пыли. Классика жанра. Кудрявые девушки хотят прямые волосы. Обладательницы прямых волос мечтают о кудряшках. Хорошо, что с этой проблемой можно справиться с помощью плойки и утюжка. Сколько же времени на это уходит? Зато из салона выходишь полностью преображенной. Но есть одно но. Против природы идти бессмысленно. Малейшие осадки, и все возвращается на круги своя. О нет, где моя укладка мечты? Короткие волосы носить очень удобно. Но выбор причесок ограничен. Максимум изменить направление пробора. Длинноволосая Синди опять хвастается красивой укладкой. Лори такую ни за что не повторить. Получается что-то невразумительное. Опять Синди. На этот раз с пышным пучком. Ох, у Лори выходит разве что детсадовская мальвинка. Косички? Да она издевается. Для обладательницы коротких волос это что-то из ряда фантастики. У Кайли прекрасное настроение. Нужно только слегка подправить макияж. Немного блеска освежит губы. Но сколько проблем это доставляет девушкам. Волосы сразу будто магнитом притягивают губам. Ощущения не из приятных. Да что такое? Это просто невыносимо. Добро пожаловать на нашу вечеринку. Прохладные напитки, легкий флирт и приятное общение. Я отойду на минутку. А ты не скучай. А вот и Лори. Толстовка с кепкой? Отличный стиль для короткой стрижки. Только вот сзади можно перепутать Лори с парнем. Ну вот, все так и случилось. Эвальд, не кипятись. Это же просто моя подруга. Подруга? Упс. Неудобно получилось. Взрослые девочки тоже любят аттракционы. Ю-ху! Столько приятных эмоций. Прямо как в детстве. Но поездка с ветерком имеет свои последствия. Длинные кудрявые волосы Кайли собрали целый гербарий. Она теперь как лесная фея. Надо было сто раз подумать, прежде чем соглашаться на это безумие. А еще длинным волосам противопоказаны некоторые виды женских сумок. Особые приметы. Ремешок-цепочка. Ауч, опять зацепилась. И это, кстати, больно. Какая же вечеринка без танцев. Но лучше бы Синди сегодня забрала волосы в хвост. С такими активными движениями и до травмы недалеко. Эвальд попал в эпицентр урагана из прядей. Что ты наделала? Бедняга у него все лицо в царапинах. Волосы у молнии? Вот где настоящая боль и трагедия. Мэган так потеряла, наверное, уже тысячи волос. Снова этот баттл. Застежка любимой толстовки против кончиков прядей. Да, без ножниц тут явно не обойтись. Ходиться летом с распущенными длинными волосами – настоящее испытание. Будто у тебя на плечах теплое одеяло. Шея уже вся мокрая. А вот подруги с короткой прической хорошо, прохлада и комфорт. Знаешь, почему девушки так долго собираются? Просто они могут целый час потратить на сушку волос. По крайней мере, Кайли с ее пышными волосами. А потом еще косметика против сечения кончиков для фиксации и объема. Тяжелый труд. С короткой прической гораздо удобнее. Пять минут в полотенце, потом просто взбить руками прическу. И готово. Фен – лишний аксессуар. И Синди не из тех, кто любит напрягаться. Сушить волосы ручным феном? Слишком долго и тяжело. Нужно сделать его стационарным. Знай свое место, Фен. Вот так гораздо удобнее. Понравилось наше видео о разных типах волос? А какие волосы у тебя? Напиши нам об этом в комментарии. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые скетчи от нашей команды.